8 октября в Кызыле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. В 7 часов 30 минут дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на улице Солчака Тока напротив дома 18 произошло ДТП. По предварительным данным установлено, что 28-летний житель города Саиногорска Республики Хакасия, управляя иномаркой, двигаясь в восточном направлении по улице Солчака Тока, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дерево, в результате чего на месте скончались два пассажира-автомашины. Это 30-летний мужчина и 17-летняя девушка. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителям автомашины, который должен был ввести транспортное средство, учитывая интенсивность движения, особенности транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия. По факту дорожно-транспортного происшествия следователям Следственного управления МВД по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса РФ нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В настоящее время водитель задержан и находится в изоляторе временного содержания. В Туве местный житель подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. 3 октября в правоохранительные органы Козылского района поступило сообщение о совершении в отношении 8-летней девочки насильственных действий сексуального характера. По данному факту региональным следственным комитетам возбуждено уголовное дело. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-расследственным мероприятиям лицо, причастное к совершению данного особо тяжкого преступления, было установлено. Им оказался 76-летний житель того же села. По версии следствия, 2 октября 2017 года около часа дня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом односельчан и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил в отношении 8-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. А в отношении подозреваемого проводятся оперативно-расследственные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержания. Продолжение следует...